5-4, и мы начинаем следующий раунд. Ставок нет, я понимаю. Пока да. Счет 5-4. Если сейчас выигрываю знатоки, они продолжают Игры Бессмертные. Смофиев, ты все пишешь? Зеро. Интеллектуальное казино против знатоков. Играем на деньги или на очко? Ну, нам бы и очко хотелось. И деньги, да? На сколько? На американку. Нет, вы знаете, я тут проиграл одним. А что они захотели? И не могу спать спокойно ночью. Мне все снится, всякие ужасы. Итак, ну что, самая большая ставка у нас 3 миллиона. Вам деньги не помешают. Давайте на 3. 2,5. И мы начинаем раунд зеро. И мы начинаем раунд зеро. Опять есть у меня один приятель. Только не на острове Маврикии. И не в Америке, не во Франции. А в городе Мариуполе. Это не тот приятель, о котором вы сейчас подумаете. Так вот, этот приятель рассказал мне одну историю. До революции крупный промышленник, фабрикант, владелец коньячных заводов Шустов собрал человек 20 красивых парней. Ну, как у нас Александр Анатольевич. Вот красивый ведь. Обучил манерам европейским, одел прилично. И иностранным языкам. И отправил эту всю партию парней в Европу. Внимание, вопрос. Бальчик. Как скажете. Не торопись, друзья. Да, сейчас поменяю. Не торопись, я поменяю. Какое задание получили эти парни? Продемонстрируйте нам, что должны были эти парни делать в Европе. Отвечает Александр Друсь. Да, срочно. Срочно. Просто счастье. Нет, счастье будет. Кто будет ассистировать? Вы продемонстрируете, как будто бы вы сидите где? В кафе, ресторане, бир, чтобы за границей. Ваш ответ. Мой ответ. Коньяк Шустова, пожалуйста. Коньяка Шустова у нас нет. У нас водка долгая. У нас водка долгая. Но и лучшего качества. Сирию не пью, но чё гнусь с удовольствием. Жаль, твоё здоровье. Одного выбил из игры. Можно? Мой, какуй, кашля. 6-4. Победа с таковым. Победа с таковым.